Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы вновь встречаемся на просторах первого медицинского телеканала со школой неотложной медицины Института Склифосовского. И сегодня наша тема – ишемический инсульт и роль ультразвуковых функциональных методов обследования в этом, собственно, процессе. Я здесь с двумя замечательными сотрудницами Института Склифосовского, которые как раз и понимают хорошо в ультразвуковых функциональных методах обследования. Это Лайла Тимарбековна Хамидова, которая заведует непосредственно научным отделом ультразвуковой функциональной диагностики института. И Наталья Владимировна Рыбалко, доктор наук-невролог, которая знает все про функциональные методы обследования. И даже такие тонкие, как микроэмблодетекция, в некотором даже такие слова незнакомы. Ну, а Лайла Тимарбековна начинала свой путь как врач ультразвуковой диагностики в отделе неотложной нейрохирургии, и, соответственно, знает все, что связано с головой и связано с ультразвуком. Поэтому будем стартовать. Но надо сказать, что ишемический инсульт – это большая проблема, и мы неоднократно уже даже в этой студии на этом останавливались. Здесь и в наших темах, которые были посвящены лечению инсульта в институте Клифосовского. Заболеваемость достаточно большая, и практически вся страна встала на борьбу с инсультом, потому что специальная программа посвящена этому процессу. И надо сказать, что очень серьезно идет движение в плане снижения заболеваемости инсультом, в диагностике и снижению смертности инвалидизации. А в Москве вообще эта программа несколько модернизирована, потому что сделана инсультная сеть, и несколько стационаров занимаются непосредственно тромбоэмболой экстракцией. Это важный лечебный процесс, который позволяет людей, практически приезжающих на скорую помощь, с серьезным неврологическим дефицитом, ставить на ноги и возвращать к нормальной социальной жизни. Важно, чтобы был нормальный догоспитальный этап, чтобы больной госпитализировался в профильный стационар, где, по большому счету, это региональный сосудистый центр, которых достаточно много в Российской Федерации, в Москве, это сопряжение неврологического отделения, нейрохирургии, компьютного томографа. Больной, конечно, должен доставляться в стационар на специально оборудованном автомобиле с нормальной догоспитальной помощью. Надо сказать, что в Москве вообще отдельно эта проблема решена. Мы видим по программе «Скорая помощь-стационар», в каком состоянии к нам едет пациент. И пациенты, которые могут попасть по тромбоэмболой экстракцию или тромболизис, они уже маршрутизируются на догоспитальном этапе скорой помощью. Идет подсчет шкалы, лос-анджелеская моторная шкала, ЛАМС, по которой мы понимаем объем неврологических повреждений у данного пациента. Мы знаем время, сколько прошло с момента развития симптомов. И уже представляет невролог, который дежурит по клинике, он представляет, с каким пациентом он столкнется и что он будет делать дальше. Конечно, этап диагностики. Здесь все происходит практически одновременно, потому что невролог смотрит уже пациента в кабинете компьютерной томографии. Если надо, к этому подключается нейрохирург, анестезиологи и так далее. Больной вообще первые сутки должен провести в реанимационном отделении, чтобы он был под наблюдением. Особенно, если ему проведены серьезные методы реперфузионной терапии. Нейровизуализация. Понятно, что она должна быть. Это тот метод, который встречает пациента в стационаре. В первую очередь, конечно, это компьютерная томография. И многие наши зарубежные коллеги начинают не просто с компьютерной томографии, но и делают при наличии подозрения на ишемический инсульт КТ-перфузию всего мозга. И, соответственно, они знают, какой кровоток в конкретных отделах головного мозга. Не все наши томографы позволяют сделать КТ-перфузию всего головного мозга. Поэтому мы очень часто пользуемся магниторезонансной томографией, чтобы увидеть те повреждения, которые не видны при помощи выполнения компьютерной томографии. Ну и, конечно, тромбоэмблэкстракции, про которые я говорил, это тот метод инвазивный, дорогой метод, но очень эффективный, который позволяет при определенном наличии в определенных отделах сосудистого русла головного мозга тромбов, позволяет их удалить, соответственно, выполнить реперфузию и восстановить кровоснабжение ишемизированной ткани головного мозга. В Москве даже сделан специальный приказ по тромбоэмблэкстракции, в котором четко обозначено, когда врачи должны идти непосредственно на тромбоэмблэкстракцию, когда должны собрать консилиум и так далее. В общем, все четко регламентировано. И эта методика, конечно, серьезно работает. А сейчас это даже включено в стандарты обязательного медицинского страхования. Хирургическое лечение ишемического инсульта тоже все понятно. Это либо окклюзионная гидроцефалия при наличии инсульта в задней черепной ямке, либо это злокачественная форма массивного ишемического инсульта, когда поражается большой объем головного мозга в бассейне снабжения среднемозговой артерии, и пациент не находится в коме. Очень много ограничений. Это возраст, наличие, какое полушарие поражено, доминанты, не доминанты. Но при соблюдении этих условий у пациентов, которым выполняют декомпрессию, удается достичь вполне приличных исходов. Конечно, это инвалидизация, но при этом человек жив и может нормально общаться со своими родными людьми. Нереабилитационный этап. Ну, понятно, здесь тяжелые пациенты, которым требуется серьезная реабилитационная поддержка. Все это сочетается с реабилитационным этапом. Кинезотерапия, ранней вертикализации. Мы про это говорили неоднократно. И сейчас будет конгресс «Нереабилитация», на котором еще раз будут говорить про необходимость всех этих методов. Что очень важно? Параллельно с тем, что мы делаем, мы должны искать причину инсульта. Потому что основная задача отделений по борьбе с инсультами – это поиск причины транзиторных атак, либо острых нарушений мозгового кровообращения и формирование программы вторичной профилактики. Нам надо понять, что мы можем сделать для пациента, чтобы у него не было повторных нарушений мозгового кровообращения. И, конечно, на этапе, начиная с реабилитационного лечения, в эти первые сутки, мы начинаем уже проводить ультразвуковое обследование брахиоцефальной артерии, позвоночной, вены нижних конечностей, электрокардиография, потом уже идет холтеровское мониторирование, суточный мониторинг артериального давления, эхокардиография. Если надо, через пищеводное эхокардиография, но на этом мы сегодня будем остановиться более подробно, микроэмблодетекции, конечно, лабораторные исследования, это и холестерин, коглограммы и так далее, очень много разных методов, которые можно сделать. Но и мы выходим на программу вторичной профилактики. По большому счету, если мы видим, что у больного атеротромботический тип, у него большая степень стеноза, или это симптомный стеноз, можно выполнить каротинную эндартероктомию, либо при окклюзиях среднемозговой или внутренней сонной, например, ИКМО, экстраинтерокраниальный микроаностомоз, антикоагулянты, да, если у больного, например, кардиомболические инсульты, мы видим мерцательную аритмию, антиагреганты, надо контролировать артериальное давление, естественно, очень частые тоже причины инсульта, холестерин. В общем, мы понимаем, в какую сторону двигаться для того, чтобы у пациента минимизировать риск развития повторных нарушений мозгового кровообращения. У нас сейчас идет очень большая программа в институте, в отделении неотложной неврологии, которая посвящена криптогенному инсульту. Это инсульт неясной, не уточненной теологии. И оказалось, когда мы запустили такую расширенную программу по диагностике этого криптогенного инсульта, оказалось, что, например, у 140 пациентов, у которых мы выставляли такой диагноз, у 85 удалось установить причину инсульта. Это огромное количество пациентов, которым мы назначили в результате направленную вторичную профилактику. И вы видите, что частота криптогенного инсульта при внедрении этой расширенной программы диагностики, в первую очередь ультразвуковой функциональной диагностики, позволила снизить частоту криптогенного инсульта с 21 до 8,6%. И здесь представлены основные причины, которые нам удалось найти. Видите, при холтеровском мониторировании у 31 пациента были найдены пароксизмы фибрилляции. Достаточно много находок было при чрезпищеводной эхокардиографии. И миксомы, и тромбы в ушке, и тромбы в дуге. Это не было видно при трансторакальной эхокардиографии. Выполнение церебральной мэроангиографии позволило выявить интракраниальные стенозы артериальные. Ну и так далее. Достаточно много проблем, которые позволили направленно уже подойти к назначению вторичной профилактики и минимизировать риск развития повторного инсульта у тех пациентов, которые к нам поступали. Я думаю, на этом я передам слово Лавиле Тимирбековне, потому что только ей известно, как точно при помощи ультразвука можно диагностировать ишемический инсульт и его причины. Добрый день, уважаемые коллеги. Как сказал Сергей Сергеевич, конечно, важную роль в определении подтипов ишемического инсульта играет функциональная и ультразвуковая диагностика. И на сегодняшний день сложно представить установку причин инсульта без этих методов исследования. Если мы говорим по алгоритму обследования, конечно, это сначала анамнез, нейровизуализация, ангиовизуализация, которая сегодня доступна благодаря ультразвуковой диагностике. Это исследование бракхицефальных артерий. Вот по алгоритму обследования АХАСА, который является рекомендательным в этой области, мы говорим, что если определен патогенетический подтип, то алгоритм достаточно ясен. Но если у нас он не определен, и пациенту идут по категории криптогенного инсульта, то тут нужна дополнительная диагностика. Но прежде всего, когда пациент поступает в стационар с диагнозом острое нарушение мозгового кровообращения, конечно, в первую очередь ему делается ультразвуковое исследование сонных артерий. Каковы критерии вообще определенного, если мы определили стеноз в сонной артерии, каковы критерии оценки атеросклеротической бляшки? Допустим, в первую очередь это степень стеноза. То есть известно, что 70% стеноз, он ассоциируется и выше ассоциируется с большим риском развития повторных инсультов. Также особенности структурной бляшки. То есть это гетерогенная структура, неровная поверхность и так далее. И наличие микроэмболических сигналов. Что касается формирования атеросклеротической бляшки, конечно, на всех этапах ультразвуковой метод достаточно... Ну, это высокоинформативный метод на сегодняшний день. И достаточно определения от малых стенозов, как мы видим на этом слайде, до критических стенозов. Конечно, уровень компетентности имеет значение. При определении критических стенозов. Если мы говорим про степень стеноза, то нужно использовать все методики, которые на сегодняшний день достаточно широко представлены в ультразвуковых приболах. Это режим B-Flow, это энергетический режим, это обычный цветовой доплеровский режим, но эти режимы по отдельности, каждый из этих режимов несет в себе дополнительную информацию. Поэтому необходимо применять все режимы сканирования. Если у нас есть стеноз протяженный, если у нас бляшка с акустической тенью, то необходимо применять 3D-изображение сонных артерий, ультразвуковое исследование, которое нам помогает увидеть дистальные бляшки, которые нам помогают увидеть неровные поверхности. И точно так же, как на методах нейровизуализации, этот ультразвуковой метод позволяет нам изучить бляшку, остановиться на каких-то определенных фрагментах и оценить состояние этой бляшки. Что касается новых таких режимов, существует такой режим Fly-Thru, который позволяет нам увидеть, даже когда мы ставим датчик на сонные артерии, то есть увидеть просвет сосуда. Это достаточно новая методика. Мы можем увидеть какие-то флотирующие элементы в просвете сосуда. И, конечно, этот метод тоже дает дополнительную информацию. Про структурные особенности очень много написано. И, конечно, высокая корреляция с такими, скажем так, опасными бляшками, протяженными, у которых поверхность неровная, бляшки с распадом, с извязлением, и внутрибляшечное кровоизлияние необходимо оценивать. Нужно оценивать покрышку во всех вариантах. Исследование должно быть полипозиционное и многопараметрическое. Ультразвуковые критерии эмбологенности бляшки, но это ультразвуковые критерии, которые мы описали у себя в институте. И, конечно, дополнительные существуют критерии к этому при остром инсульте. То есть неровность поверхности, наличие дефекта, бляшки, в которых имеется мягкотканный анехогенный компонент и дефект интимы. Такие критерии, как подвижность элементов покрышки, присоединившийся тромбоз, наличие кратера, наличие псевдофлотации. Все это можем мы увидеть в первые часы инсульта. Поэтому очень важно делать исследования в БЭО-режиме, в цитовом допликском сканировании. Все эти параметры должны оцениваться. Но, к сожалению, до сих пор мы получаем, как специалисты в этой области, когда поступает пациент, иногда бывают на руках документы, где просто в протоколе указана степень стеноза. Такой протокол не является действительным, потому что в протоколе должна быть указана степень стеноза. Во-первых, должен быть указан размер по диаметру, по площади. Шкала измерения, то есть европейская или американская, обязательно. Потому что если на ангиографии или на КТ-ангиографии мы измеряем по американской, то на ультразвуке чаще всего измеряют по европейской. Протяженность поражения, форма атеромы и также структура поражения. Без гемодинамических параметров представить на сегодняшний день протокол не представляется возможным, потому что ультразвуковой метод — это единственный метод, который может нам дать гемодинамику. И если проводили микроэмблодетекцию, то в этом протоколе должно быть указано наличие МЭС. Существуют определенные ограничения визуализации. И, конечно, здесь применение дополнительных методов, про которые мы с вами говорили, но необходимо еще применять контрастные препараты. Преимущество — это, конечно, возможность увидеть бляшку, уточнить степень стеноза, но лучевой нагрузки нет, отсутствие нефротоксичности. Достаточно быстро эта процедура проводится. И недостатки — это, скорее всего, то, что препарат вводится внутривенно, но в первую очередь все-таки это экономическая стоимость препарата. По поводу неовоскализации. Что нам дает контрастное исследование? Контрастное исследование, когда заполняется бляшка именно вот этими микрочастицами препарата, то она показывает на воспалительные зоны в бляшке, то есть на неовоскулизацию. Неовоскулизация является фактором риска развития осложнений, острых нарушений мозгового кровообращения. Поэтому эти методы, ультразвуковые и контрастные, можно применять при динамике, допустим, при применении статинов. То есть через 3 месяца или через 6 месяцев рекомендовать повторное исследование. Вот так выглядит ультразвуковое контрастное исследование. Как вы видите на последнем слайде, стрелками указаны именно появление этих микрочастиц. Эта ситуация сигнализирует о том, что эта бляшка нестабильна, что есть такие зоны воспаления. И в данном случае такая бляшка, она называется танцующая бляшка, потому что даже при проведении контрастного исследования огромное количество этих микропузырьков, и она находится в таком состоянии, скажем так, эти пузырьки двигаются. Ну вот ситуация, когда симптомный стеноз, вы видите при дуплексном сканировании. Далее мы проводим контрастное исследование и подтверждаем вот такую неоднородную гетерогенную бляшку, подтверждаем контрастным исследованием. То есть там видно огромное количество микропузырьков. Операционный препарат, видно зона кровоизлияния, и морфологическая оценка нам дает огромное количество эритроцитов в этой бляшке, зоны неовосквилизации, и подтверждает то, что мы видели на контрастном исследовании. И другая ситуация, которая на сегодняшний день как бы с научной точки зрения вызывает у нас больше интерес. Вот, скажем так, симптомная бляшка, это понятно, у человека был ишемический инсульт в анамнезе, а тут ситуация, пациент обследуется, у него находит асимптомный стыноз, у него нет ишемической атаки, но его очень волнует то, что эта бляшка, может ли она дать ему острое нарушение кровоснабжения. Ну, знаете, в таком случае, конечно, вот такой разработанный протокол в нашем институте, когда мы проводим развернутую оценку, и пациент может получить какие-то прогностические признаки этой бляшки, насколько она может быть симптомной в последующем. То есть мы проводим контрастное исследование, видим накопление этих пузырьков, далее мы проводим этому пациенту микроэмболодетекцию, которая также подтверждает вот эти микроэмболические симптомы на заинтересованной стороне бляшки. Пациент решается на операцию, после операции мы видим на морфологическое именно оценка вот эти зоны неоваскулизации, вновь образованные капилляры. Это говорит о том, что этот асимптомный стеноз, ну, в принципе, эти методики подтверждают, что бляшка была нестабильна и могла в любой момент дать такое острое нарушение мозгового кровообращения. Но в последнее время у нас в институте несколько работ ведется с математиками из МГУ. Мы разрабатываем модели такой как бы оценки подвижности стенки, покрышки, бляшки. В общем, собственно, метод основан на том, что ультразвуковая картина в дайком формате вводится в эту программу, и мы обрабатываем именно подвижность бляшки по математическим параметрам. Эти математические параметры суммируются, и выдается некий такой коэффициент, который позволяет судить и получить дополнительную информацию по состоянию атеросклеротической бляшки. То, что мы говорили, стенозы малой градации, они также не являются показанием к хирургической профилактике. Поэтому по показаниям в выполнении коэффициентов, посмотрите, здесь выделяется такая позиция, как каротидная эндректомия, не показана пациентам со степенью стеноза менее 70%, но в этом случае в скобках обозначения за исключением экстраординарных обстоятельств. Вот эти экстраординарные обстоятельства в их поиске, как мне кажется, должны помогать врачи ультразвуковой диагностики и оценивать вот эти параметры стабильности и нестабильности. Вот этот стеноз малой градации, который не попадает под хирургическую, скажем, под каротидную эндректомию, но при проведении контрастного исследования опять-таки мы регистрируем вот эти зоны воспаления, зоны неовоскулизации и огромное количество микропузырьков. Это свидетельствует о том, что есть воспалительные изменения в бляшке. Ну и собственно про то, что говорил Сергей Сергеевич, в нашем институте разработан обычный, да, стандартный протокол, который пациент получает при поступлении в институт. Но если пациент попадает под диагноз рутинный диагноз, попадает под диагноз криптогенный инсульт, то мы используем расширенный протокол, про который, надеюсь, мы еще поговорим сегодня. Но он включает, как уже говорил Сергей Сергеевич, через пищеводную кардиографию и трансторакальную микроэмболодетекцию. Наталья Владимировна остановится на этом более подробно. Контрастное исследование, 3D исследование и УЗИ брюшной полости, если мы должны исключить онкопоезд у пациента с криптогенным инсультом. Наверное, про функциональную диагностику, Сергей Сергеевич, Наталья Владимировна, передадим слово. А вот скажите, 3D, я просто запомнил, когда плод смотрит, обычно 3D, очень любят делать такое исследование, показывают все, вот бляшку в 3D, это как вообще полезно смотреть? Мы сейчас эту работу продолжаем, у нас уже достаточно опыт накоплен. Есть ситуации, когда нам 3D исследование очень помогает. Как я уже говорила, что есть исследование, при акустической тени перекрывается просвет сосуда. И при дуплексном сканировании мы не можем определить ни степень стеноза, ни характер бляшки. А 3D изображение нам показывает бляшку со всех сторон, то есть нам не мешает акустическая тень и нет ограничения в исследовании. Поэтому 3D исследование проводить необходимо у определенных пациентов, когда есть ограничения при дуплексном исследовании. А так красивая картинка. Кроме того, исследование в 3D режиме позволяет вычислить объем бляшки в миллилитрах. А все последние рекомендации, зарубежные, американские, европейские говорят о том, что именно не процент стеноза, а общая площадь, объем бляшки влияет на ее... Является тем фактором риска, который определяет возможное развитие ишемического инсульта. Вычислить объем бляшки возможно только в 3D режиме. Но только при этом методе. Только при этом методе. И мы можем проводить динамические исследования и наблюдать за этой бляшкой. Допустим, если небольшой стеноз и выдавать объем бляшки. А вот при контрастном исследовании, когда микропузырьки вводите, они же куда? В вену вводятся? Да, в вену. В венозный катетер они вводятся, и потом они же, получается, просто в зону восклюризации приходят. Правильно? Да. То есть вот там они видны. У нас, понимаете, Сергей Сергеевич, вот мы около 100 исследований провели. Получается, где-то в 20% исследований бляшка имеет зоны восклюризации. То есть остальные бляшки, которые стабильные, они не накапливают контраст. И, естественно, из этого мы делаем вывод. Но чем мы это подкрепляем? Мы изучаем морфологическую особенность вместе с нашими сотрудниками лаборатории. Изучаем морфологическую особенность и получена очень высокая корреляция данных морфологических и контрастных исследований. Это интересная, конечно, да, вещь. Плюс мы прибавляем к этому исследованию микроэмболодетекцию, которая также вот эти бляшки, которые были даже асимптомные, дает несколько вот таких вот сигналов, которые позволяют нам судить о том, что этот пациент как минимум должен проконсультироваться с нейрохирургом. То есть, по сути, мы ищем вот те ультразвуковые и функциональные предикторы, которые бы нам позволяли сказать, что да, эта бляшка опасна для церебральной гемодинамики. Она может быть причиной развития ишемического инсульта, и она требует особого внимания, может быть, пересмотра медикаментозной терапии, назначения хирургической профилактики. И вот современные ультразвуковые функциональные методы позволяют нам найти этот особый подход к атеросклеротической бляшке. Подход к бляшке, это хорошо, мне кажется, порадовать слово Наталье Владимировне. Ну, вот продолжая эту тему, которую, большую, огромную тему, которую подняла в своей презентации Валтия Морбековна, я хотела бы сказать о функциональных методах диагностики ишемического инсульта и как раз-таки затронуть ту самую микроэмблодетекцию или транскраниальный доплеровский мониторинг. Это тоже метод, который позволяет нам оценить нестабильность и малогенность бляшки. В чем заключается этот метод? Два ультразвуковых датчика с частотой инсонации 2 МГц по бокам фиксируются специальным шлемом и проводится доплерографическая запись в течение часа на специальном доплерографе, снабженном соответствующей программой. В течение этого часа производится наблюдение за церебральной гемодинамикой и фиксируются все те изменения, которые могут нам быть полезными. Что такое микроэмбл? Микроэмбл — это тот всплеск на доплерограмме, это энергетический всплеск, который возникает при прохождении газовой или материальной микрочастицы через церебральную артерию и обладает определенными физическими характеристиками. То есть микроэмболический сигнал — это отображение той микроэмболической частицы, которая была лоцирована в церебральном кровотоке, материальной или газовой. Для чего нужен этот метод? Прежде всего в той клинической ситуации, когда у нас имеется симптомная теросклеротическая бляшка, то есть бляшка, которая осложнилась острым нарушением мозгового кровообращения, как, например, у этого пациента. На эхограмме мы видим стеноз устья левой внутренней сонной артерии за счет гетерогенной, с неровными краями атеросклеротической бляшки, субтотальным стенозом, который был подтвержден по результатам селективной церебральной ангиографии. И вот что мы видим при проведении доплеровского мониторинга церебрального кровотока. В заинтересованном сосудистом бассейне, в бассейне левой среднемозговой артерии, лоцируются материальные микроэмболические частицы. Это вот те микрочастицы, которые с поверхности бляшки проникают в дистальное церебрально-сосудистое русло. И мы вот в таком эквиваленте их можем обнаружить на доплерограмме. То есть такая бляшка является крайне опасной. И риск развития повторного острого нарушения мозгового кровообращения у такого пациента крайне высок. И, естественно, такой пациент требует назначения адекватной антитромботической терапии, гиполепидемической терапии. И у такого пациента должен быть решен вопрос о вторичной хирургической профилактике ишемического инсульта в кратчайшие сроки. Вот другая клиническая ситуация. Это симптомная теросклеротическая бляшка, стеноз устья правой внутренней сонной артерии за счет гетерогенной, частично кальцинированной, с неровными краями бляшки. Эта бляшка, по сути, диагностическая находка. Она была обнаружена у пациента на плановом ультразвуковом дуплексном сканировании брахиоцефальных артерий. И вот обнаружена бляшка 70%. Вроде бы имеются показания для первичной хирургической профилактики ишемического инсульта. Такому пациенту проводится микроэмблодетекция. И если в контрлатеральном, в гумалатеральном сосудистом бассейне мы можем обнаружить материальные микроэмболические частицы, то это говорит опять же о том, что данная бляшка эмбологенна, нестабильна, крайне опасна и может привести к развитию острого церебрального ишемического сосудистого события. И вот в такой ситуации выполнение каротидной эндортеректомии или каротидной ангиопластики со стентированием становится крайне аргументированным, обоснованным и целесообразным. Говоря дальше о функциональных методах исследования по существующему алгоритму, которому придерживаемся и мы в своей работе, надо сказать о методах кардиологического обследования, это электрокардиография и транстеракальная эхокардиография. Для чего выполняются эти методы? Эти методы выполняются для того, чтобы найти источники кардиогенной церебральной эмболии высокого или среднего риска. Если такие источники обнаружены, тогда врач-невролог может поставить пациенту диагноз ишемический инсульт, кардиоэмболический и патогенетический потип. Естественно, если мы этими же самыми методами ультразвуковой и функциональной диагностики исключили варианты развития ангиогенной церебральной эмболии. То есть выполнение вот этих методов функциональной диагностики является крайне важным, необходимым в работе отделения неотложной сосудистой неврологии. Самым доступным скрининговым методом является транстаракальная эхокардиография. Это легко воспроизводимый метод, который может выполняться как в условии реанимационного отделения или палаты интенсивной терапии, так и пациентам стационара. Метод нужен для оценки состояния полостей сердца, наличия внутриполосных образований, оценки состояния клапанного аппарата. Это вот тот скрининг, который мы выполняем всем, но даже вот этим скрининговым методом мы можем выявить у пациента вот эти источники кардиогенной церебральной эмболии и определиться с причиной развития ишемического инсульта, с его патогенетическим подтипом. На что еще нужно акцентировать внимание при выполнении транстаракальных кардиографий? На состояние левого предсердия. Хотя дилатация левого предсердия не является самостоятельным независимым фактором риска развития инсульта, но вот именно объем и диаметр левого предсердия всегда очень важная информация для врачей-неврологов, поскольку дилатация левого предсердия может быть маркером наличия у пациента пароксизмальной фибрилляции предсердия. Даже если при обследовании, при поступлении синусовый ритм вот это расширение левого предсердия может привести к диагностическим мероприятиям. Тромб левого желудочка. Тромбы могут быть разные, могут быть флотирующие, гипоэхогенные тромбы, мобильные тромбы, может быть тромб фиксированный к стенкам левого желудочка. Как правило, тромбоз левого желудочка возникает у пациентов, перенесших инфаркт миокарда. Это может быть сочетанная патология, инфаркт, инсульт. Но так или иначе, тромб левого желудочка является фактором кардиогенной церебральной боли высокого риска. И, как правило, это у пациентов с аневризмой левого желудочка, с нарушением локальной сократительной способности, с гипокинезами или окинезами верхушки левого желудочка. Такое состояние достаточно хорошо можно визуализировать при проведении трансторакальной их кардиографии. Метральный стеноз тоже это патология клапанного аппарата, который относится к источникам кардиогенной церебральной боли высокого риска и достаточно хорошо диагностируется при проведении трансторакальной эхокардиографии. Инфекционный эндокардит конечно, это клинический диагноз. Врач функциональной электрозвуковой диагностики может выявить наличие вегетации на клапанах сердца. Диагноз инфекционного эндокардита это синдромокомплекс, который ставится в совокупности с несколькими проявлениями. Но одним из таких вот значимых ярких симптомов является выявленная вегетация на клапанах сердца. Нужно обследовать все четыре клапана. Это артальный, метральный, трикоспидальный, клапан легочной артерии. Вегетации могут быть совершенно разные по своей структуре. Мобильные, малоподвижные, плотные, рыхлые. Это зависит от стадии процесса. Но тем не менее, вот такая клиническая ситуация тоже имеет место быть. Миксома, доброкачественная опухоль, является причиной развития кардиоэмболического ишемического инсульта. Как правило, развивается из межпредсердной перегородки и растет в полость левого предсердия. Несмотря на то, что нечасто мы видим миксомы в рутинной клинической практике, все-таки нельзя исключить ее полностью. И всегда на осторожность определенная должна быть. Особенно, когда мы говорим о криптогенном инсульте, неясной этиологии. Существуют ситуации, когда недостаточно проведения рутинного метода трансторакальной их кардиографии, и мы прибегаем через пищеводную их кардиографию. Особенно это актуально в той ситуации, когда нужно исключить тромбоз ушка левого или правого предсердия. Эти анатомические структуры абсолютно не видны на трансторакальной их кардиографии. Здесь золотым стандартом ультразвуковой диагностики является через пищеводная их кардиография. Для этого метода используются специальные датчики, которые при проглатывании через полость пищевода или верхних отделов желудка позволяют полипозиционно-многопланово визуализировать все структуры сердца и ответить на многие очень важные клинические вопросы. Тромб ушка левого предсердия, который виден только при проведении через пищеводной их кардиографии, должен выполняться всем пациентам при подозрении на наличие системной эмболии, когда очаги ишемического поражения располагаются в разных сосудистых бассейнах. Кроме того, что мы должны визуализировать тромб ушка левого предсердия, существуют дополнительные факторы, которые говорят о тяжести клинического состояния. Нужно определять объем ушка левого предсердия, снижение сократительной способности ушка левого предсердия и анатомические особенности. Открытое овальное окно – еще одна клиническая ситуация, которая должна быть и может быть выявлена при проведении через пищеводной эхокардиографии. Вообще, открытое овальное окно или дефект межпредсердной перегородки сам по себе не является причиной развития ишемического инсульта. Это только клиническая ситуация, при которой возможно развитие парадоксальной кардиогенной церебральной боли из вен поверхностных или глубоких верхних или нижних конечностей, через правые камеры сердца, через правое предсердие, в левое предсердие и в большой круг кровообращения. Существует метод диагностики открытого овального окна с помощью доплеровского мониторинга церебрального кровотока с контрастированием микропузырьками воздуха. Этот метод подразумевает внутривенное введение взвеси, состоящее из 9 мл физраствора, 1 мл воздуха и 1 мл крови пациента. Все это приводится в состояние взвеси и внутривенно струйно вводится в кровоток. И если на доплерограмме мы можем регистрировать микроэмболические сигналы газового характера, как это мы сейчас видели на видео, это говорит о том, что есть внутри сердечный шунт, возможно, это открытое овальное окно или дефект межпритерной перегородки. Существуют различные классификации, которые позволяют нам говорить о размере шунта на основании количества выявленных микроэмболических частиц. Одна из классификаций предполагает шунт малых размеров, если мы видим до 10 газовых микроэмболических частиц, шунт средних размеров, если это до 25, и шунт больших размеров, если имеет место большое количество, больше 25 микроэмболов. Это результаты проведения доплерограммы с контрастированием микропузырьками воздуха наших пациентов, с перенесенным ишемическим инсультом и открытым овальным окном, подтвержденным по результатам через пищеводных кардиографии. Вот шунт малых размеров, средних, большой шунт, и когда имеет место эмболический занавес или ливень, то это значит, что имеется значительный дефект межпритерной перегородки. Существует определенный алгоритм, которым и мы пользуемся в своей практике, в своей работе по выявлению дефекта межпритерной перегородки или открытого овального окна. Что подразумевает этот алгоритм пациенту? Если пациенту выставляется диагноз «криптогенный инсульт», то есть были проведены все доступные, все стандартные в этом учреждении методы ультразвуковой функциональной диагностики, чтобы выявить ангиогенные или кардиогенные источники церебральной эмболии. Но эти исследования были безрезультатны. Всем пациентам в качестве скрининга проводится транскраниальный доплеровский мониторинг с введением микропузырьков воздуха. И при положительном результате, при подозрении на наличие интеркардиального шунта, проводится через пищеводная ихокардиография. При подтверждении диагноза открытого овального окна решается вопрос о назначении медикаментозной терапии либо эндоваскулярном закрытии вот этого дефекта межпритерной перегородки. Но не надо забывать о том, что помимо дефекта межпритерной перегородки существует еще дефект межжелудочковой перегородки, который клинически проявляется точно так же, может быть причиной развития парадоксальной кардиогенной церебральной эмболии. И у пациентов с криптогенным инсультом, с инсультом неустановленной теологии, должна быть определенная настороженность у врачей ультразвуковой функциональной диагностики также и на эту патологию. Вегетации клапанов. Также доступны исследования при проведении через пищеводных кардиографий. Вегетации могут быть как на нативных клапанах, так и на клапанных протезах, механических клапанных протезах. Это уже тромбоэндокардит. И вот эти вегетации можно более подробно их оценить при проведении через пищеводной их кардиографии. Согласно алгоритму, отображающему ролик о кардиографии в диагностике инфекционного эндокардита, транстаракальная их кардиография проводится всем пациентам с клиническими признаками инфекционного эндокардита. И в случае обнаружения вегетации на клапанах, наличия механического протеза клапана или неклассифицированных образований проводится через пищеводную их кардиографию как более конкретный метод диагностики. Даже при отсутствии вегетации, сохраняющейся симптомы комплексы также рекомендована через пищеводную их кардиографию. Ну и последняя патология, которая хорошо визуализируется при проведении через пищеводной их кардиографии, это атерома дуги аорты. Вообще дуга аорты, ее нисходящий отдел крайне плохо видна при проведении транстаракальной их кардиографии. Вместе с тем, это действительно причина, может быть причина развития ишемического инсульта у пациента. Атеромой называется бляшка больше 4 мм. И так же, как обычные бляшки, атерома может быть неосложненная, это бляшка с ровными краями, гомогенная, и бляшка осложненная, изъязвлением, внутрибляшечными кровоизлияниями. Ну вообще, атерома достаточно хорошо изучена, эта ситуация, но требует дополнительной визуализации. И еще один вид функциональной диагностики, который уже должен применяться у пациентов, особенно если речь идет о пациентах с криптогенным инсультом, это длительный мониторинг ЭКГ по холтеру. В практике нашего отделения неотложной неврологии мы применяем трехсуточный мониторинг. И надо сказать, что вот такой трехсуточный мониторинг позволяет очень часто выявить скрытую латентную пароксизмальную форму фибрилляции предсердия. Ну, в международных рекомендациях говорится и о семидневном мониторинге, и о тридцатидневном мониторинге. И, конечно, что чем больше длительность мониторинга ЭКГ, тем больше возможность обнаружить пароксизмы фибрилляции предсердий. Поэтому этот метод функциональной диагностики тоже крайне важен и имеет место быть в рутинной практике. Ну вот, это кратко по основным методам, которыми мы пользуемся, которые мы активно применяем, и которые могут быть в арсенале врача-невролога. Микроэмбл-детекция, она сколько по времени обычно проводится? Есть какие-то рекомендации? Вообще по рекомендациям, по стандартам проводится часовая запись, но мы тоже в процессе своей клинической работы, в процессе своей практической деятельности уже пришли к мысли, что, конечно, часовой записи совершенно недостаточно, и необходим более длительный мониторинг. Так же, как мы проводим длительный мониторинг ЭКГ, мы должны проводить длительный мониторинг церебрального кровотока. А для этого дистанционно? Для этого, да. У нас начались такие исследования. Мы с Натальей Владимировной как раз находимся в поиске. Сначала находились в поиске возможностей проведения, потому что большой прибор, шлем, он прикреплен. Но нам сейчас российские разработчики предложили такую модель. Пациент носит в рюкзачке с собой прибор, но одевает шлем. И мы сейчас провели работу, где пациенты у нас прошли до 8 часов. То есть мониторинг... Не сбивалось ничего, да? Нет, отлично. Там очень хорошо фиксировано. Вот это самая большая проблема. Достаточно мягкая фиксация. Хорошо, мягкая. Силиконовый шлем. Но на самом деле это очень нужно делать. Такую работу нужно продолжать и внедрять эту методику. Она не имеет пока, скажем так, такого научного... Клинического внедрения, да, получается? Да, научного. Более того, мы планируем сочетать эту методику с длительным мониторингом ЭКГ по холтеру, чтобы посмотреть, что же происходит с церебральной гемодинамикой в момент пароксизма фибрилляции предсердий. Вот это крайне важно, особенно для категории пациентов с криптогенами. Если мы на холтере увидим вот эти фибрилляции и зарегистрируем их в среднемозговой артерии, то, конечно, это более такое детальное изучение получится. Но 8 часов нужно сказать, что пациенты достаточно легко переносят. Да, легко переносят и очень позитивно настроены. Даже в отделении. Они перемещаются по отделению. Они кушают, они читают. То есть мы понимаем, что в обычном ритме, как они живут. Живут обычно в жизни, это важный момент. Но есть на западе работы, где показывают такие датчики, на липучках устанавливаются. Человек играет в теннис, он идет на работу. И до недели производится мониторинг. Мы стремимся к этому. Да, мы к этому идем. На самом деле у нас не прозвучало, мне кажется, я вот так все слушал и анализировал, о чем мы говорим, у нас не прозвучал вопрос диссекций. Насколько часто вы их видите? Насколько в каких бассейнах чаще всего это совпадают? Какие основные признаки? Если взять пациентов, которые поступили за год, это около 10-12 пациентов. Половина из них пациенты спортсмены, то есть это травматическая диссекция. И 50%, как ни странно, это молодые девушки, худенькие, блондинки почему-то. Этот фактор, кстати, в литературе описан. И дальше у этих пациентов должен быть проводиться, скажем, такой диагностический поиск в сторону болезни соединительной ткани. То есть это специфические анализы. Нужно искать системные заболевания. В каких бассейнах вы чаще всего видите? Чаще всего это происходит, вот по нашему результату, это позвоночные артерии. И как правило, ну очень странно, но это самая такая запоздалая диагностика в плане диссекции позвоночных артерий, к большому сожалению. Потому что специалисты, если видят пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, все нацелены на то, что нужно искать внутреннюю сонную, общую сонную артерию. И мы всегда на своих лекциях, докладах пытаемся обратить внимание на то, что нужно очень детально изучать позвоночные артерии. А запоздалая диагностика, ну она, соответственно, запоздалое лечение. То есть ищут причину инсульта и пока не сделают МРТ, но на ранних этапах диссекции обнаружить можно и необходимо это делать. Просто нужно детально, поэтапно, многопараметрически. То есть всем блондинкам, стройным с голубыми глазами, надо обязательно, рекомендованно делать эпизодические исследования позвоночных артерий. Правильно я понимаю? Ну вот, как правило, болезни соединительной ткани. Вот такой быстрый чекап в такой проверках. Брюнеткам не надо делать. Не надо. Ну я думаю, на этой замечательной ноте мы, наверное, прервемся на одну минутку и подождем ваших вопросов, и потом на них попытаемся ответить. Ну у нас даже есть вопросы. Вот Ирина интересуется, используя ультразвук с контрастом, возможно изменение хирургической тактики, несмотря на небольшую степень стеноза? Как раз вот эту мысль мы и пытаемся донести. Потому что если раньше этот вопрос вообще не обсуждался хирургами, да, при симптомном течении, то сейчас появляется понимание того, что после контрастного исследования мы проведем микроэмболодетекцию этому пациенту. Может быть, даже пациента могут, ну как бы специалисты на статинах отпустить, да. Опять-таки требуется контрастное исследование. И если эти микропузырьки накапливаются, показывают зоны воспаления, и при микроэмболодетекции существуют и определяются микроэмболические месс-частицы, то, конечно же, эти пациенты могут попасть в группу вторичной профилактикой хирургического инсульта, но это решает хирург, как правило. Я, наверное, обобщу этот ответ, потому что мы очень предполагаем, что, скорее всего, это позволит расширить или, наоборот, сузить показания для хирургического вмешательства, и как раз над этим сейчас и работаем, правильно? Да, спасибо, спасибо. У нас идет большая работа по сопоставлению, как Лада Тимбекна уже говорила, морфологии этой бляшки, да, которая уже потом удалена, и всего предоперационного обследования, для того, чтобы понять, когда действительно нужно месяц, когда можно подождать. Тем более, вот и объем бляшки, да, сейчас новые такие сведения. В общем, недаром говорят, что каждые пять лет медицинская наука все обновляется. Подскажите, пожалуйста, если у молодого пациента, Елена, вот, интересуется, отсутствует атеросклеротическая бляшка, отмечается только утолщение комплекса интимомедия, КИМ, правильно я перевел? Можно ли считать данную картину нестанозирующим атеросклерозом? И как отличить от изменений КИМ при гипертонической болезни? Можно считать эту картину нестанозирующим атеросклерозом, если комплекс интимомедия утолщен, а больше одного, один на один. Но нестанозирующий атеросклероз и гипертоническая макроангиопатия – это все-таки разные вещи, и имеются разные ультразвуковые эквиваленты вот этих вещей. В рамках гипертонической макроангиопатии мы отмечаем извитость сосудов, различные петлеобразования, то есть когда имеются вот эти признаки, мы говорим о гипертонической макроангиопатии, а нестанозирующей атеросклероз, когда действительно есть утолщение комплекса интимомедия. Это является как бы таким предвестником, скажем так. Этим пациентам можно рекомендовать делать ультразвуковое исследование, если молодой пациент утолщен комплекс интимомедия хотя бы раз в год проводить ультразвуковое исследование. Чаще, наверное, нецелесообразно. Мы уже формируем целую группу для плановых обследований, правильно? Такие пациенты, глубоглазые, блондинки, стройные, все понятно. Андрей, интересуется, включена ли в заключение врача ультразвука рекомендация о выполнении каротидной КАЭ или КАС. Каротидная эндартероктомия, видимо, правильно? При исследовании БЦА. Можно, да, отвечать, Сергей Сергеевич? Конечно, ответьте. Смотрите, нельзя путать вообще ультразвуковой диагноз и клинический диагноз. То есть ультразвуковой диагноз, это нужно запомнить, это совокупность эхопризнаков. Даже рекомендуют наши европейские коллеги не выставлять диагноз, как такового диагноза. Имеется в виду, что клиницист по эхопризнакам должен решать вопрос об операции. Понимаете? Мы только можем определять стабильная бляшка, нестабильная. Хотя на сегодняшний момент, на всех последних конференциях рекомендуют не использовать слово стабильная, нестабильная. Потому что даже бляшка 20% может быть нестабильной. То есть нужно описать эхопризнаки, и чтобы клиницисты знали эти... В общем, нельзя писать заключение врачу ультразвукову, что требуется выполнение оперативного вмешательства. Для этого требуется совершенно комплексный подход. Правильно? Вот поэтому лучше так не делать. Хотя это часто встречается. Мы недавно, ну как уже немножко давно, в одном месте посмотрели, женщина падала в обмороке. Ну вот такие вот у нее были синкопы, ее посмотрели в одном месте, там нашли у нее 80%, помните, 80% стеноза двух сторон. Она сказали, все, надо вырезать бляшки, а там оказалось, что хирург в отпуске в том месте, где надо было вырезать. А потом она обратилась, попала к нам с этим падением. Когда сделали, оказалось, что у нее 30-40%, правильно? А падала она в обмороке совсем не от бляшек, а от нарушения ритма сердца и от артериальной гипертензии. В общем, все это исправили, и она обошлась без всяких хирургических вмешательств. Елена вот интересуется, при отсутствии других причин у НМК, можно ли аневризму межпредсервной перегородки считать причиной данной патологии? Нет, аневризма межпредсервной перегородки не относится к самостоятельным источникам высокого или среднего риска кардиогенной церебральной эмболии. Это просто тот признак, который может сочетаться, очень часто аневризма сочетается с дефектами межпредсервной перегородки или открытым эвальным окном. И вот если мы видим на транстаракальной кардиографии аневризму, и пациент перенес ишемический инсульт, желательно выполнить через пищеводную кардиографию, чтобы исключить наличие этой патологии. То есть фактором риска она может как бы являться. На самом деле вопросы больше не прибавляются. Мне кажется, нам надо уже завершаться. Мы очень рады, что мы с вами были. Я бы хотел сказать, что у нас вообще очень открытый институт, и у нас очень много различных курсов и программ по усовершенствованию дополнительного постдиплома образования просто на рабочем месте. Поэтому милости просим. Мы всегда открыты, готовы к сотрудничеству, и все мы все время находимся в поле, да, поэтому вы всегда нас там можете, собственно, и найти. Спасибо, что вы были с нами. До новых встреч.